Здравствуйте, я Евгения Медведева. О том, какое радио позаимствовало фирменную фразу, а также кто заходил к маме в гости в момент его отсутствия, спросим у Вадима Казаченко, автора и исполнителя. Больно мне больно, сто тысяч да, прости-прощай, белая метелица и многие другие песни принесли группе Freestyle при участии Вадима Казаченко ошеломительный успех. Концерты, гастроли, поклонники, популярность почти 30 лет на профессиональной сцене. Его песня подпевает уже не одно поколение. Вадим, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, вообще как происходит подготовка к выходу на сцену, ну и с учетом того, что уже не год, не два выходите, меняется ли вообще ощущение? Конечно, меняется ощущение. Вся моя подготовка заключается в том, чтобы выйти на сцену, когда готова вся техника уже, и музыканты готовы, и спеть несколько песен для того, чтобы почувствовать вот свое сегодняшнее настроение. Для начала свое личное настроение, потому что все самое главное будет начинаться потом, когда я выйду на сцену, я стараюсь выходить на сцену, совершенно лишенный каких-то тяжелых ощущений, вот с легкой душой, на прямых ногах, с ровными плечами, для того, чтобы улыбнуться публике, и тут же начать пытаться чувствовать сегодняшнее настроение зала. Вот все остальное будет происходить во время концерта, когда я буду петь, а люди будут как-то реагировать, публика будет реагировать, и дальше начнет вот это все происходить, вот эта химия концертная. Поэтому сама подготовка, да, настраиваются инструменты, готовятся костюмы, я пою несколько песен, чувствую свое настроение, затем пью чашку кофе, и затем выхожу на сцену, и во время концерта происходит все остальное прочее. У меня, в отличие от многих исполнителей, невозможно даже за сутки до концерта узнать так называемый плейлист концерта, потому что все это происходит иногда совершенно оригинально и уникально в каждом городе. Есть, конечно, основные точки в концерте, песни, которые необходимо исполнить, и люди ждут эти песни, больно-не больно, там, благослови на дальний путь, на летящем коне, вот, сто тысяч, да, все сначала, есть такие отправные точки, а вот все, что будет между ними, это зависит от конкретного выступления в конкретном зале. Несколько лет назад Вадим Казаченко в одном из интервью поведал, что автомобиль для него не только средство передвижения, а настоящий друг, поэтому и требования к нему достаточно жесткие. Раньше Вадим Казаченко нередко сам за рулем ездил на гастроли по несколько сот километров. Автомобиль был частью его жизни. Да, он очень важен, но, знаете, с прошествием времени, все равно, скажем так, с годами приоритеты все равно уходят, приоритеты меняются, и поэтому здоровье детей, настроение здоровья родных и близких, это выходит все равно на первое место. Сегодня я не так много путешествую на гастроли именно на автомобиле, видимо, в связи с этим немножечко изменилось и настроение. То интервью, наверное, еще я давал, будучи в том состоянии, когда я очень много ездил по стране, и поэтому для меня было очень важно, чтобы там все было совершенно четко. Хотя привычки остались те же самые, автомобиль у меня всегда в собранном состоянии, в него можно сесть и уехать куда угодно, на далекое расстояние. Но я начинаю относиться к этому немножечко спокойнее, может быть, потому что времени провожу в нем гораздо меньше, но у меня есть одна особенность, я не люблю менять автомобили. Вот это осталось до сих пор такое какое-то свойство, то есть вот тот автомобиль, который я выбираю, как-то я к нему привыкаю, и мы проживаем вместе, там, не знаю, иногда 5-7 лет. Многие люди стараются там ежегодно, раз в два года, три года все это менять, как-то идти дальше, но у меня все-таки, видимо, немножечко другое к этому отношение. Ну, придет время, поменяется и автомобиль, но сегодня я уже 5 лет езжу на одном автомобиле, и он меня не подводит, я его тоже не подвожу, ухаживаю за ним. Ну вот расскажите, помимо того, что по-другому стали относиться к автомобилю, что в себе меняется вот с годами, что отмечаете в себе? Какие качества у вас появляются? Ну вот, опять же, в одном интервью прочитала, что вы домосед. Да, я всю жизнь был домоседом, поэтому долгое время я жил в съемных квартирах. Когда меня спрашивали, почему ты не живешь в своей собственной квартире, я говорил, знаете, у меня есть впечатление, что если я поселюсь у себя дома, вам сложно будет меня выгнать оттуда и опять отправить на работу. Так и стало происходить в конце 90-х. Я поселился в своей квартире, а зачем куда-то уезжать, если здесь мой диван, если здесь мой телевизор, все здесь мое, зачем мне куда-то уезжать? Гораздо легче выходить из съемной квартиры, брать чемодан и отправляться в дорогу. И поэтому, да, я такой по характеру, работа у меня связана с шумом, с большим количеством людей, но в своей повседневной жизни я, конечно, больше люблю тишину и возможность о чем-то поразмышлять. А что мне остается делать? Я не закончил военное училище, я не закончил педагогический институт, я не получил полноценного образования, которое получили многие люди, мои ровесники в Советском Союзе еще. И поэтому все оставшееся время в жизни, помимо работы, мне, наверное, нужно думать, размышлять и как-то читать что-то, может быть, для того, чтобы как-то поднимать свой образовательный, что ли, уровень. Еще и скромный, значит. Скромность, путь в безвестность, об этом было объявлено мне посреди Киевской площади. Во время съемки одной из последних программ «Большая стирка» была какая-то, тогда программу Андрея Малахова. Та программа была посвящена земляку моему, Андрею Данилко, известному в миру как Верка Сердючка. Он полтовчанин, и несколько лет он заходил к моей маме пить чай, чтобы узнать новости о группе «Фристайл» и о Вадиме Казаченко. А затем, в это время он занимался, кстати, в театральной студии на Спалтаве. А затем он сам стал артистом, сначала стал телевизионным артистом, потом вышел на эстраду. Так вот, когда я приезжал на юбилей, на юбилейную программу, посвященную ему, то все говорили вот о нем, говорили, 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 и я что-то говорил. Потом вышел какой-то режиссер, киношный или театральный, и говорит, что-то вы какие-то оба скромные, больно, да? Вот особенно вы, Вадим, говорит, так что нельзя в 21 веке быть таким скромным. Скромность – это путь в безвестность. И меня поражают, конечно, такие вещи современные, я совершенно так не считаю. И каждый концерт, он подтверждает еще раз, еще раз то, что даже будучи скромным человеком, ну или относительно скромным, вот, можно все равно работать для людей и получать от этого удовольствие, доставлять радость им, ну вот, так это все. Но фразу эту я запомнил, удивительная фраза. Опять, каждому свое, что поделать тут. Но вот у вас есть какая-то фраза, которая с вами по жизни вас очень хорошо отражает? Ну, то есть мы не берем скромные… Знаете, мою лучшую фразу начала 90-х, когда царила разруха в стране, а я ездил с концертами, это было время, когда я давал больше всего концертов, это вот с 92-го по 95-й, 96-й год. Потом мою любимую фразу, которая называлась «Все будет хорошо», свистнула русская радио и носится теперь с этой фразой очень долгое время. Ну, на этот случай у нас есть еще фраза из Ильфа и Петрова, в общем-то, потому что слово «всегда» оно тоже может сказать «Ваша политическая креда всегда». Это тоже может характеризовать меня, потому что я 10 лет занимался плаванием, я прошел немножечко армейскую школу, два года военного училища, полгода в армии, поэтому все основные какие-то ценности, которые ты можешь вобрать в себя, чувство локтя товарищеское, взаимопомощь, выручка и, может быть, и твердость характера и упорства в достижении цели, все это воспитано спортом, подкреплено немножечко армией, дальше можно всю жизнь уже чувствовать себя спокойно, потому что основные какие-то ценности, они в тебе уже есть. Вот так я просто живу и работаю оставшиеся годы. Остается вам пожелать, чтобы и дальше были концерты, и дальше к вам приходили, и слушали, и радовались вашим приездам к нашему городу. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Это был Вадим Казаченко, музыкант. Но кто придет в следующий раз, смотрите через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова